Сенсационную гипотезу Их наши предки и принимали за вагон, а космические аппараты за огненные колесницы Конечно, эта гипотеза кажется фантастической, хотя выводы швейцарского переводчика, основанные на анализе ветхозаветных источников, куда убедительнее, чем высокомерное молчание академической науки Она ведь, как известно, древние тексты считает сказками А с чего бы это древние люди так упирались? Столетиями корпели над папирусами, выбивали буквы на камни, чтобы позабавить нас, потомков, простыми сказками? Поверить в это трудно Но если предположить, что описывали они все-таки то, что видели, тогда все приобретает и логику, и смысл Например, откровение ветхозаветного пророка Езыкиля Между прочим, реальный исторический персонаж Что у него там написано? Давайте вспомним И раздвинулось небо И боги спустились с небес на огненной колеснице в клубах дыма и копоти А теперь давайте зададимся простым вопросом Наш бог, он ведь Дух Святой Ему для того, чтобы спуститься с неба, не нужен коптящий и грохочущий летательный аппарат Так кого же описал пророк Езыкиль в своих откровениях? Вот об этом наше историческое расследование под названием «Когда прилетали анунаки» Археолог Майкл Теллингер заявил о сенсационной находке В Африке найдены древние города, которым больше 200 тысяч лет Эксперт уверен, что это следы Великой империи анунаков Южноафриканский ученый обнаружил три крупных мегаполиса Один из которых включает в себя руины Великого Зимбабве Раньше считалось, что эти мегалиты были возведены в 12 веке Но Теллингер уверен, эти города гораздо старше И их не могли построить люди Открытие вызвало в научном и медиа сообществах эффект разорвавшейся бомбы Ведь анализ городов показал, что они созданы по технологиям, которых нет и сегодня Анунаки за последние годы стали настоящим медийным феноменом О них говорят, пишут и снимают фильмы Они популярнее Микки Мауса и Людей Икс Однако у каждого, кто изучит эту историю, возникает шокирующая гипотеза Это не люди придумали анунаков Наоборот, анунаки придумали нас Анунаки – это языческие боги древних шумеров Первой цивилизации на Земле Шумеры, как народ и цивилизация, возникли 8 тысяч лет назад в Междуречии Благодатной долине между Тигром и Ефратом Их города-государства располагались на территории современных Ирака и Сирии В центре каждого была ступенчатая пирамида Шумеры оказались первыми во всем Они изобрели колесо, календарь, письменность, законы и медицину Эта культура была необычайно высокоразвита Но самое странное, что она, как и древний Египет, не развивалась постепенно А будто взялась неоткуда в уже готовом виде Язык и национальность шумеров являются уникальными Неизвестно, откуда они пришли на свою землю Шумеры не были родственны семитским группам Которые позднее стали основой для арабского и еврейского народов Получается, что в древнем мире вдруг неоткуда появилась чрезвычайно развитая цивилизация Шумеры искренне верили в то, что их цивилизация появилась в результате Некого уникального события, произошедшего в древности Что они являются потомками древних людей Они считали, что эти люди прибыли сюда с других планет Эти знания поражают и сегодня Майкл Теллингер собрал в своем музее наиболее интересные артефакты Найденные в городах аннунаков Среди них священные камни с идеально ровными коническими отверстиями внутри Они никак не могли быть изготовлены при помощи примитивных инструментов В условиях первобытного африканского общества Но для чего они могли использоваться? У ученого есть смелое предположение Такие высокотехнологичные предметы мы сотнями находим в Южной Африке Они использовались в качестве частотного конвертера Если волна определенной частоты входит с одной стороны То с противоположной стороны она выходит уже с измененной частотой Сегодня в телекоммуникациях спутниковой индустрии для этого используются специальные трубки Частотный конвертер 200 тысяч лет назад Или хотя бы 8 тысяч Это кажется невозможным Но еще более невероятно выглядит вот этот артефакт Который хранится в Берлинском историческом музее Шумерская цилиндрическая печать 3 века до нашей эры Такими печатями подтверждали авторство и подлинность документа На ней изображен бог Энлиль А рядом схема Солнечной системы Какой ее знали шумеры Но планет на одну больше, чем нам известно Одну из планет шумеры называли Нибиру Да, шумеры знали, что такое звезды и планеты И вели точные астрономические наблюдения Неясно пока, правда, на чем и зачем Для древнего народа было неоспоримой данностью Что на Нибиру обитают боги, аннунаки и нефилимы, сотворившие людей Еще 15 лет назад термин аннунаки знал лишь узкий круг исследователей Мифологии древних народов Ближнего Востока Отцом первооткрывателем аннунаков для массового сознания Стал Захария Ситчин Американский писатель, который родился в Баку и вырос в Палестине Где он погрузился в историю Ближнего Востока и изучил шумерскую клинопись Классическая наука не дает ответа на вопрос о происхождении шумеров Совершенно неясно, откуда они взялись И тем более непонятно, почему вдруг исчезли Это следует из содержания тысяч глиняных табличек Которые были найдены при раскопках в Уруке Неневии, Нипуре и других древних городах Междуречья По сути дела, сегодня обнаружено более полутора миллионов этих табличек И в этих табличках написано Дана такой огромный объем информации О государстве, о мировоззрении Даже имеются списки лекарств Списки животных, минералов И информация о кораблях, которые существовали до 105 И была энциклопедия географии того времени, той жизни И самое главное, быт описан И эпос Полученные знания позволили Ситчину прочитать И заново перевести древние шумерские тексты Они обычно посвящены загадочным аннунакам, легендарным богам Как написано в табличках Те сошли с небес и подарили людям знания Само слово аннунаки Это переводится с шумерского языка Это те 50, которые спустились с небес То есть первые 50 астронавтов, назовем так их Спустились с небес на землю И дальше, так сказать, начинается история шумер О том, что кто-то на землю прилетал Еще до Ситчина говорили многие ученые Тому свидетельством многочисленные наскальные рисунки Человекоподобных существ В скафандрах Фрески с изображением ракет и летательных аппаратов Статуэтки космонавтов Если мы возьмем, например, храм Мая Чечен и Ца Там есть четко запечатлены люди в скафандрах То есть человек, при всей его богатой фантазии Никогда бы не смог нарисовать пришельца в наушниках, в очках, в скафандре с молнией, застежкой молнии И сзади у него был летательный аппарат находился, индивидуальный летательный аппарат Захайя Ситчин попытался перевести и осознать древние тексты с позиции знаний 20 века И в каждой истории его ждала сенсация Он одну за другой пишет серию книг В которых убедительно говорит не только о посещении Земли пришельцами из космоса А детально, на основании шумерских переводов Доступно излагает, кто, когда, откуда и зачем прилетал на Землю Но что аннунакам здесь было нужно? Тогда, в отличие от нынешнего положения на Земле Было очень много полезных ископаемых И ресурсы свои в полезных ископаемых И спешили пополнить пришельцы Снебиру Прежде всего они нуждались в золоте Почему? Потому что именно из этого металла Из этого ископаемого, драгоценного Они делали защиту для своей планеты Солнечную защиту Кстати, и сейчас золотые детали используются для защиты космических кораблей Аннунаки прилетали регулярно Но эти промежутки были заданы, по мнению Ситчина Периодичностью приближения планеты Нибиру к Земле Как он понял, Нибиру — это предполагаемая 12-я планета Которая вращается не в той плоскости, что все остальные А по сильно вытянутой эллиптической орбите с периодом 3600 лет И каждые 3600 лет аннунаки вновь появлялись на Земле Чтобы пополнить свои запасы золота Проходило еще 3600 лет, они появлялись снова То есть эта периодичность была перманентной, постоянной Они появлялись точно по расписанию Если верить тем шумерским текстам, которые были найдены И если верить переводам, сделанным лингвистами Странное совпадение, но все языческие божества Ближнего Востока Иудейские, Египетские, Шумерские Принимали жертвы в виде золотых слитков Археологи нашли доказательства, что между реками Тигр и Ефрат Золото добывали еще в VI тысячелетии до н.э Зачем это было нужно людям, которые едва освоили колесо? И куда пропадали тонны этого золота? По мнению Захария Ситчина, аннунакам требовалось золото Не только чтобы спасать атмосферу своей планеты Но также еще для того, чтобы поддерживать практически вечную жизнь в самих аннунаках Ведь они хотели жить вечно, и похоже, это им удавалось Продолжительность жизни аннунака, средняя продолжительность, составляла 360 тысяч лет Я, честно говоря, когда встретился с такими фактами, несколько был обескуражен Ну, возможно, там иные условия жизни на Нибиру Возможно, там совершенно иные биологические условия Но как они, прилетев со своей планеты, могли и на Земле жить такое количество времени А эта цифра отражена в шумерских текстах 360 тысяч лет Меня, честно говоря, этот факт смутил Недавно историки выяснили, что у египетских фараонов Которых многие ученые считают прямыми наследниками шумерских аннунаков Была любопытная привычка Спать в золотых масках и натираться золотой пылью перед выходом к народу Более того, возможно, властители Нила даже употребляли золото в пищу Биохимик Ольга Листопад считает, что белые конусы в руках богов и фараонов на фресках Это царский хлеб, так называемое мелкодисперсное золото Почему белый хлеб? Потому что для того, чтобы золото давало омолаживающий эффект Оно должно быть мелкодисперсным Очень мелкодисперсным Практически уже это будет наночастица, наверное А мелкодисперсное золото обладает таким коэффициентом светоотражения, что оно выглядит практически белым Однако неужели в Древнем Египте уже умели производить нано-золото? Эту идею подтверждает еще одно интригующее открытие Египетские власти заказали английским химикам анализ золотых украшений из гробницы фараона Тутанхамона Им хотелось знать, где именно на территории Египта было добыто это золото, чтобы поискать там же новые месторождения Результаты тестов шокировали всех Оказалось, это золото было настолько хорошо очищено, что определить место его добычи уже невозможно Мало того, экспертов ждал новый сюрприз Часть артефактов содержала 99% чистого золота и только 1% примесей Сделать это с помощью технологий того времени было нельзя Такую чистоту никаким методом очистки, тем более метод, который мы находим в папирусах С использованием каких-то трубей, достичь невозможно Такая чистота может быть достигнута только путем электролиза и никак иначе Это говорит о том, что в Египте знали электролиз и применяли Когда ученые изучали влияние металлов на организм человека, выяснилась удивительная вещь Золото не только абсолютно нейтральный металл, который никак не взаимодействует с тканями Позже обнаружили, что золото восстанавливает организм и убивает в нем всю патогенную микрофлору Возможно, что аннунаки знали, как добиться с помощью золота невероятной по нашим меркам продолжительности жизни Назовем так, главные неберицы, которые прилетали с этими экспедициями, жили по такие сроки, которые числялись десятитысячелетиями А вот что удивительно, а что особенно интересно, что самые главные боги, Энки и Энлиль, и там еще, так сказать, Нинхурсак и все остальные Они жили здесь все это время Все эти 250 тысяч лет они здесь командовали И они здесь были И это очень какой-то любопытный факт, что они могли жить на нем бесконечно Часть руд аннунакам приходилось добывать чуть ли не вручную И это был очень тяжелый труд По неясной причине они не могли или не хотели использовать машины В один прекрасный момент аннунакам надоело самим работать в шахтах И тогда было принято решение приспособить для этих целей подходящее существо из местной фауны Ведь это такой же механизм, только биологический А топливо для него растет повсюду вокруг Рассказывал на своих лекциях Ситчин И вот это самый интересный момент в шумерских мифах Так однажды на Перу бог Энки и богиня Нинмах напились и решили создать человека Нинмах берет немного чего-то, что можно перевести как красная земля или жизненная суть И создает целых шесть существ А Энки начертывает их судьбу и дает им хлеба для еды Потом боги меняются ролями Однако же первые экземпляры оказываются неудачными Они не могут говорить, ходить, есть и тем более работать На утро боги опомнились и пошли работать уже всерьез Так они создали первого нормального человека Адапу Потом его выносила богиня Нинхурсак А позднее сделали и женщин Как все это перевести на современный язык? Существует опять-таки свидетельство в тех же шумерских текстах Что группа генных инженеров Она взяла с планеты Нибиру Она взяла семенники обезьян И эти семенники были вставлены в так называемую глину Она так называется в текстах Ну потому что другого материала для творения Древние люди не могли назвать Они не знали, что такое генная инженерия Первый опыт оказался не совсем удачным Гибрид получился бесплодным Но со временем анунаки доработали человека Используя собственные ДНК И попутно прописав на генетическом уровне Стремление к золоту, от которого люди не могут избавиться до сих пор Общество с энтузиазмом подхватило идею Что за металл гибнут не только люди, но и внеземные боги Что уже говорить о простых смертных В которых любовь к золоту была заложена на генетическом уровне Однако идея человека Не творение божьего или венца природы А раба Рудако по многим пришлась не по душе Ситчина критиковали за неточности перевода За выдергивание из контекста и художественное преувеличение Однако популярность его книг только росла На мой взгляд это связано с тем Что в своих работах он показал историю Солнечной системы И всех участников этой космической драмы Не как каких-то недостижимых или непостижимых богов А тех, кому не чуждо ничто человеческое То есть эти персонажи были и являются вполне понятны людям Мы сейчас не говорим на ту тему Насколько это имело отношение к истине Так это было или не так Но то, что он действительно сделал Он познакомил, можно сказать, лично читателя С историей нашей Солнечной системы И именно поэтому его книги стали популярны Хотя, не скрою, что далеко не все разделяют его точку зрения Есть масса людей от науки, кто не соглашается с некоторыми его переводами Так, благодаря Захарии Ситчину, анунаки недавно обрели вторую жизнь Обрастая множеством деталей и подробностей Историки с увлечением принялись дополнять и уточнять шумерскую версию Ситчина Но факт остается фактом Он сделал то, что никто до него не делал Достал из праха веков и вбросил в массы тысячелетия Безумно увлекательной шумерской истории С пришельцами-колонизаторами, столкновениями планет Генной инженерии, тайной бессмертия и другими ошеломляющими вещами Эта тема стала модной именно потому, что Ситчин, будучи лингвистом Сделал очень важную работу Он перевел древнешумерские, аккадские, венские тексты На понятный людям язык И опубликовал книги, которые стали доступны широкому кругу читателей Благодаря этому люди смогли узнать не только мельчайшие подробности Из далекого прошлого Земли Но даже и некоторые бытовые детали о жизни своих потенциальных создателей Так как выглядели эти ануннаки, жившие на протяжении сотен тысяч лет? Что ели? Чем занимались? И тут у разных ученых начинается некоторое расхождение во мнениях Что только подогревает всеобщий интерес Внешне ануннаки выглядели так же, как и мы Потому что мы относимся к одному антропологическому типу Даже генетически у нас была определенная схожесть И именно поэтому технологии, которые ануннаки принесли на Землю Были применены здесь с минимумом необходимой адаптации Вообще ануннаки ходили по Земле и были явно из плоти и крови Поскольку были большими любителями поесть и выпить Вот так описываются гастрономические пристрастия шумерских богов на пирах Сливок и молока было в изобилии Ячменные лепешки с маслом Лепешки гук, сладкий сыр, хороший хлеб, пиво наилучшее Мелкие бобы, много хорошего вина Кстати, шумеры были должны ежедневно кормить своих богов Принося в храмы обильную жертву пищей Только мясо ануннаки не ели Гильгамир, шумерский мифический герой, заявлял Кто смотрит богам в лицо, тот должен умереть Так называемые боги, они же инопланетяне, всегда закрывали лицо маской Предположительно потому, что им требовался совсем другой воздух С иным содержанием кислорода, без бактерий и вирусов и так далее И люди не видели их лиц Тем не менее, мы знаем, что они были в большей или меньшей степени гуманоидами Гильгамеш — реальное историческое лицо Царь города-государства Урук Как сказано в официальной биографии, на две трети был богом на одну человеком Ануннаки часто плели любовные интриги с людьми И своих детей полукровок ставили во главе древних полисов Эти боги потом соединялись с женщинами, людьми Человека И в принципе в них рождались дети И дети были такими же, как и все, так и называемые нефилимы Они были такие же, как и все остальные люди Посему поэтому можно назвать так, что выглядели они очень похожи на человека Но какие еще качества наследовали дети Анунаков? Однажды Гильгамеш задался вопросом, бессмертен ли он Ведь Ануннаки с планеты Нибиру жили вечно Шумерский правитель отправился спросить у них о своей участи На земле Ануннаки проживали на далеком северном острове Тельмун Людей к себе не пускали, за редким исключением Например, чести жить на острове Бессмертных удостоился Утнапишти За много тысяч лет до Гильгамеша, построивший Ковчег и переживший потом В Библии он известен как Ной Бессмертие Гильгамеш не добыл Потому что только боги умели жить вечно, а получеловек уже нет Люди были похожи на своих создателей Тем не менее, здесь не все так просто, как кажется Ведь в шумерских табличках можно найти упоминания о нескольких видах Ануннаков Оказывается, Ануннаки могли быть разными Сохранились их точные изображения в виде скульптур и барельефов Есть даже шумерский миф о горе небес Причем там рассказывается о двух типах Ануннаков Ануннаки небесные И Ануннаки, их называют иногда земные Или Ануннаки рептилоиды В виде прямоходящего какого-то существа Вроде с человеческой такой походкой И клюв в виде птицы Если брать предания других народов, например, индийских То от рептилоидных Ануннаков можно провести параллель к нагам У слаган это были змеи-люди, виевичи Достаточно много подобных существ в мифах майя и ацтеков В Азии их, как правило, называли драконами Там очень интересно, что помимо небесных Ануннаков Помимо рептилоидных или земных Ануннаков Есть еще группа одних богов во главе с Энки Это некие земноводные боги Земноводные, они рисуются то в виде человека-рыбы То в виде получеловека-полурептилии Но и это еще не все В отношении небесных, наиболее антропологически близких нам Ануннаков Тоже существуют различные трактовки И в первую очередь они касаются размеров Оказывается, что шумерские боги были гораздо больше людей И это сразу становится понятно при взгляде на шумерские барельефы Сохранились свидетельства о внешнем виде Ануннаков Что они были большого роста Рост мужских особей достигал до 5 метров А рост женщин до 3 метров Здесь параллель напрашивается явно с атлантами Они тоже были гигантского роста Представители первой человеческой цивилизации Здесь некая связь улавливается Но есть ли прямые свидетельства пребывания на Земле таких больших существ? Клаус Дона Австрийский археолог, коллекционер феноменальных находок Которые не вписываются в привычную картину мира Один из самых уникальных экземпляров его собрания Фрагменты костей огромного человека Это абсолютно подлинный артефакт Его размер и датировка бесспорны Это мы нашли в Эквадоре Разрушенный человеческий скелет Человек высотой 7 метров 60 сантиметров Это человеческая пяточная кость Часть отколота Но ни одно животное, включая обезьян, не имеет костей такого рода И вторая часть, которую можно идентифицировать Затылочная кость Нижняя часть черепа Выглядит точно так же, как и у нас, людей Отличается лишь размером Она в 5 раз больше Если учитывать, что люди в то время имели рост 150-160 сантиметров То в 5 раз больше Это как раз 7,6 метра Эти останки найдены в Эквадоре в 1964 году Часть из них Клаус смог забрать с собой Когда он показал их экспертам и медикам Они сильно удивились Но подтвердили, что кости могут принадлежать только человеку Возраст находки более 10 тысяч лет Мало кто знает Но кости гигантов находят по всему миру Одно целый скелет пока еще никто не нашел Многие находки уничтожены или спрятаны В документах историков-конкистадоров Например, у Кьеса де Леоне Можно найти истории о том Что на побережье Эсмеральда в Эквадоре Находили человеческие скелеты Которые в 5 раз больше, чем мы И наши эксперты, исследуя эти кости здесь Приходили к мнению, что они очень похожи на человеческие кости Но их размер в 5 раз больше, чем современный человек Это невероятно И Кьеса де Леоне описывал такие скелеты В 5 раз больше человеческих Клаус Дона знает, где могут находиться целые скелеты гигантов В скором будущем он намерен провести там раскопки Чтобы предоставить человечеству Убедительные доказательства существования расы исполинов Американский археолог Дэвид Чайлдерс Приверженец альтернативной истории Согласен, что гиганты были на самом деле Он объездил весь мир в поисках следов древних цивилизаций И считает, что нужно серьезнее относиться к древним текстам В том числе к тому, что в них описаны гиганты В книге Бытия говорится о том, что сыновья Божии спустились к людям на землю Они были либо людьми огромного роста, либо представителями иных миров Часто отмечается, что у них была большая продолговатая голова В Библии говорится о том, что сыновья Божии увидели дочерей человеческих И те показались им привлекательными И нефилимы или анунаки брали их себе в жены Эта история очень похожа на рассказы о том, как пришельцы прилетают на нашу планету Они похожи на людей, но в то же время сильно от нас отличаются Они выше ростом, и головы у них продолговатой формы В их распоряжении находятся высокие технологии И они вступают с людьми в половой контакт В некотором смысле мы представляем собой гибридную расу Созданную нефилимами, анунаками или древними людьми Они создали современную человеческую расу, то есть нас В Боливии Клаус Дона сделал еще одну странную находку За хоронение людей ростом порядка двух метров, шестидесяти или восьмидесяти сантиметров Но самое удивительное, у них необычные удлиненные черепа Как раз такие, как описаны в Библии Но кто? Дело в том, что во всех этих историях фигурируют Ну не во всех, а в большинстве, скажем так, этих историй Фигурируют представители Смитсоновского института Вот это крупнейшая научная организация американская Вот, и в большинстве случаев как раз Вся история находки, например, заканчивается тем, что люди обнаруживают что-то Значит, заявляют об этом Появляются эксперты из Смитсоновского института Так называемые люди в черном, как говорится Но это в качестве юмора Вот, выкупают эту находку Или просто забирают ее После чего следы ее теряются, как говорится, в недрах этого института Дело дошло до Верховного суда США Который потребовал обнародовать все случаи уничтожения подобных костных материалов Которых по косвенным данным насчитывается не одна тысяча Возможно, что скоро мы узнаем много интересного Анунаки могли быть разными Большими и маленькими Рептилоидными Но какого размера или вида они бы ни были Целью создания ими человека Было получить бесплатного и беспрекословного раба для работы в шахтах Со временем этот тезис, как ни странно Уже не сильно оспаривается исследователями И воспринимается как данность Разночтения начинаются в вопросе А что именно добывал человек для анунаков в этих шахтах? В шумерских клинописных табличках есть несколько сюжетов О путешествиях богини Инаны из Месопотамии в Африку Примерно указан и маршрут Вот как описано это место, называемое Абзу Далеко за морем В ста беру воды от этого места Есть земля Орали Это местность, где синие камни вызывают болезнь И где мастер Ану носит с собой серебряный топор, который сияет весь день Синие камни, вызывающие болезнь Это что? Радиоактивная руда? Вместе Абзу и жил бог Энки Он присматривал за какими-то работами И хранил предметы, именуемые Ме Что это такое? Непонятно Однако они позволяли строить города и хранить информацию Эти Ме срочно понадобились Инане Но Энки их не давал Тогда Инанна пригласила Энки на пиво у него дома Бог Энки, приняв на грудь, как мы бы сказали, такого ерша Стал очень добрым, разговорчивым, восприимчивым И когда Инанна осторожненько так вкратчиво намекнула, что хотела бы в подарок что-то получить Энки сказал, бери все, что видишь перед собой И Инанна похитила у него ларец Вот что за ларец? Интересно, вот похож на ларец Пандоры Очень сильно Там содержались все мировые законы и качества Эти самые Ме богиня погрузила на небесную ладью и помчалась прочь Сказано, что ладья Инана нанеслась сначала по небесному Эфрату, а затем по земному Что это может означать? Ну, я думаю, скорее всего, это был, наверное, летательный аппарат Я думаю, так что, потому что, видимо, который мог и приводнятся в том числе Например, по этому поводу у шумеров и у древнеиндийских племен У них есть много интересных фактов, которые подтверждают о том, что, допустим, вот есть были такие аппараты, летающие в Виман Протрезвеев, Энки увидел, что лишился самого ценного и послал погоню Но Инана тоже была подготовлена Она взяла управление небесной колесницей на себя А ее слуга начал отстреливаться от охранников Энки Сегодня мы бы сказали, обычная шпионская операция Но могли ли древние люди вообразить погоню по воздуху с перестрелкой? Но Инана тоже была не лыком шитой У нее тоже были слуги, у нее тоже были демоны свои И завязалась жуткая битва Сначала они эту ладью захватывали, потом эту ладью опять отвоевывала Инана И так продолжалось семь раз Пока, наконец, Энки не махнул рукой и сказал, ну ладно Ну ладно, ну пусть это будет у людей Долгое время эта история безоговорочно считалась мифом Однако недавно археологи обнаружили на территории Африки необъяснимую аномалию В начале 70-х годов в африканском государстве Габон французская компания добывала урановую руду Неожиданно оказалось, что содержание расщепляемого урана 235 в пробах значительно ниже предполагаемого Тогда стали исследовать, не был ли этот уран уже кем-то использован И обнаружилось, что урановое месторождение Вокло в Габоне Имеет такие очертания, которые с учетом периода полураспада урана позволяют прийти к выводу Почти 2 миллиарда лет назад, а точнее 1 миллиард 750 миллионов лет назад Здесь находилось 14 атомных реакторов Все это подсчитано физиками с большой точностью Но возникает вопрос, кто же мог столько лет назад создать атомный реактор Казалось бы, это не имеет отношения к мертвой шумерской цивилизации Однако маршрут Инаны совпадает с координатами уранового месторождения И могли ли шумеры придумать, что именно там находятся синие камни, вызывающие болезнь Если сами никогда там не были Физик Гелий Клейменов считает, для того, чтобы путешествовать между звездами Нужно было очень много энергии И скорее всего ядерной Только управляемая термоядерная реакция позволила бы перемещать Такие большие космические корабли на немыслимые для нас расстояния Для термоядерной реакции необходимо обязательно дейтерий и наличие лития Вот литий, это тот самый важный металл, который нужен для термоядерной реакции И вот его-то на земле они добывали И они его добывали, естественно, в разных местах Сначала они дадут его из минерала Который располагался в Южной Африке В районе реки Замбези То есть делали они это примерно в тех местах Где Майкл Теллингер исследовал свои древние города И это подтверждает, что Анунаки там на самом деле могли быть А география их расселения по земле таким образом сильно расширяется Теперь становится понятно, что жили они не только в Месопотамии Как изначально предполагал Сетчин А практически по всей земле Возможно и на территории России Базовые шумерские мифы посвящены глобальной космической катастрофе Как написано, планета Нибиру оказалась сильно повреждена Планета Тиомат разлетелась на куски И все, кто мог, спаслись на планету Мордук Но катастрофа отчасти затронула и Землю Скорее всего, это был удар крупного астероида, который вызвал мегазонтаж Цунами, глобальный потоп Основные места дислокации Анунаков оказались уничтожены Гиперборея и Атлантида ушли под воду А отрывочные сведения о космических богах Дошли до нас лишь с уцелевшего междуречья По мнению некоторых экспертов Именно эта катастрофа и послужила толчком для создания человека Внезапно пришельцам понадобилось много рабочей силы, чтобы быстро восполнить потерянные запасы полезных ископаемых Тогда-то они и занялись генной инженерией А до этого Земля была для них всего лишь лабораторией Где они время от времени занимались наблюдениями за эволюционными процессами нашего мира Дальше они здесь, по сути дела, проводили эксперименты И развивали этот мир здесь На каком-то этапе они создали сначала человекообразную обезьяну А затем создали именно человека Значит, назовем так, человек прямоходящий Как сегодня говорят нам палеонтологи Он был создан 2 миллиона лет назад А человек разумный, пока что на сегодняшнем данном, где-то 200 тысяч лет назад Создание человека стало вынужденной мерой Но очень эффективной, потянувшей за собой цепь необратимых событий Новых работников нужно было чем-то кормить Но выгоднее было научить их обеспечивать себя самих Что и было сделано при помощи новых сельскохозяйственных технологий и культур Пшеница, ячмень, пшено, дыни, виноград Примерно в это время наблюдается резкий и необъяснимый всплеск земледелия По исследованиям Вавилова в Эфиопии и Индии, Месопотамии и Мексике Численность людей быстро выросла Необходимое количество топлива было собрано И анунаки в очередной раз покинули землю Предоставив человека самому себе и отправившись домой И тут встает вопрос, куда? На Нибиру или куда-то еще? Ведь есть версия, что и на Землю в последний раз они прибыли как на временную базу Потому что их собственная планета погибла при столкновении с крупным небесным телом Нибиру это древнее название Марса И это очень хорошо следует из древнешумерских текстов И памятников Мезоамерики, если их очень внимательно прочесть Другое дело, что сам Захарий Сичин в работе над древними текстами допустил определенную ошибку Эта ошибка связана с планетой, которая якобы циклически проходит через Солнечную систему И этот цикл равен 3600 годам Все дело в том, что любой человек, который внимательно и непредвзято проанализирует те самые источники, с которыми работал Сичин То вы сделаете одно очень важное открытие Которое состоит в том, что действительно через Солнечную систему проходило какое-то гигантское космическое тело По своим размерам не просто соизмеримое с Землей, но даже больше Земли Но в том-то все и дело, что тексты говорят о прохождении планеты О том, что она прошла за Солнце Там и осталась И речь идет о планете Мордук А это говорит о том, что мы, уже используя определенные древнешумерские и аккадские тексты Говорим о том, как появилась вот эта новая 12-я планета О том, что она, оказывается, кем-то была заведена за Солнце Вот что стоит за планетой, которую некорректно пока на сегодня Называют Нибиру Но это, а также постоянная потребность в ядерном топливе означают Что они прилетели вовсе не на планете Нибиру, а на космических кораблях Но в шумерских хрониках четко говорится, что прилетала именно Нибиру Но здесь нет противоречия Потому что под этим именем могло фигурировать несколько объектов Здесь слово Нибиру используется в двояком смысле Первое, значит, существует планета, которая вращается вокруг, назовем, своей звезды А другое дело, значит, это корабль, который тоже, также шумеры называли Нибиру Почему? Ну, назовем так, в принципе, это естественно Естественно, даже для дальних путешественников, которые едут, допустим, и летят из России И, значит, корабль, или плывут на каком-то корабле И корабль назвать Россией Это нормальное явление Если на самолете лететь, там корабль, наш президент летит, он называется тоже Россия Это не государство России, а это самолет Россия История аннунаков – это эпическая сага о космическом десанте геологов Которые от скуки или безысходности решили поиграть в цивилизацию И заигрались настолько, что по-настоящему полюбили свое детище Это о том, что боги тоже люди А значит, и мы когда-нибудь для кого-то станем богами Это история о вселенском развитии и эволюции Любви и верности, холодном промышленном расчете И в то же время большом чуде, сотворении разумной жизни История, уничтожающая подсознательный человеческий страх о том Что мы одиноки во вселенной И самое манящее в этой истории то Что она может оказаться правдой Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok